МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатанзейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Суд Ненецкого автономного округа заменил условный срок в виде трёх лет лишения свободы на реальный Юрию Жданову, экс-чиновнику администрации посёлка Искателей. 118 случаев заболевания COVID-19 выявили в регионе за минувшие сутки. В числе заболевших 112 жителей Наринмара и посёлка Искателей, 6 жителей Амдермы. Коронавирус выявлен у 18 детей. Модернизация и техническое перевооружение котельных. Предприятия объединённых котельных и тепловых сетей позволят снизить тарифы на отопление для населения и перевести объекты на автономный режим работы. Суд Ненецкого автономного округа заменил условный срок в виде трёх лет лишения свободы на реальный Юрию Жданову, экс-чиновнику администрации посёлка Искателей, за мошенничество и служебный подлог. Приговор Жданову изменили по итогам рассмотрения апелляционной жалобы стороны обвинения. Юрию Жданову предстоит отбывать наказание в колонии общего режима. Напомним, в декабре 2021 года Наринмарским городским судом Жданов был приговорён к трём годам лишения свободы. 68-летний Юрий Жданов был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге и приговорён к трём годам лишения свободы. По версии следствия, он, будучи заместителем председателя жилищной комиссии в рабочем посёлке Искателей, помог незаконно получить квартиру своей знакомой, депутату Искательского поселкового совета. 118 случаев заболевания COVID-19 выявили в регионе за минувшие сутки. В числе заболевших – 112 жителей Наринмара и посёлка Искателей. 6 жителей Амдермы коронавирус выявлен у 18 детей. 134 пациента прошли курс лечения и выздоровели. На сегодняшний день на лечении с диагнозом COVID-19 подтверждённым результатами ПЦР-лаборатории уровня референс находится 859 человек. Ещё у пяти пациентов коронавирус подтверждён результатами исследований методом иммунно-ферментного анализа. В целом на лечении в регионе находится 864 человека. Из них стационарное лечение получат 52 человека, амбулаторное – 812. Напоминаем, что в Ненецком округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим, система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий, постановление главного государственного санитарного врача ПАНАО об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. Отопительный сезон в городе Наринмаре проходит в штатном режиме, в том числе благодаря программе модернизации объектов муниципального предприятия объединённых котельных и тепловых сетей. Первоочередные мероприятия, программы и подготовку к следующему отопительному сезону обсудили на выездном совещании. Глава региона, мэр Наринмара и руководитель предприятия. Первый адрес в повестке выездного совещания улица Пионерская, котельная Покетэс номер 2. Это одна из новых котельных предприятий, введена в эксплуатацию в 2014 году. До этого многие годы имела статус долгостроя. За долгострой в 2013 году взялось само предприятие, обеспечив строительство и оснащение оборудованием за счёт собственных средств. Котельная автоматизированная, то есть работает без операторов. Показатели системы жизнеобеспечения объекта поступают на культ единой диспетчерской службы. Также имеется резервный источник электропитания, дизель-генератор, ёмкость запаса воды. Ещё чем примечательная эта котельная, эта котельная, значит, мощность её 12,6 гкал в час. На сегодняшний день мощности котельной номер 2, которая даёт тепло в дома микрорайона Южный, задействована на 50%. Район, где расселено достаточно много ветхих домов, действительно привлекателен для комплексной застройки. Котельная номер 2 в состоянии обеспечить тепло во вновь построенных жилых домах. В микрорайоне развита инженерная и социальная инфраструктура, школа номер 3, детский сад, магазины. Рядом лыжероллерная трасса, налажено автобусное сообщение. Котельная номер 2 закольцована с двумя другими котельными. Номер 17 в микрорайоне авиаторов и номер 9, который обслуживает больничный городок. В случае аварии на них возьмёт всю нагрузку на себя. В настоящее время Остра нуждается в модернизации. Котельная номер 13 на лесозаводе и номер 14 в Хариверской, где сейчас уже идут работы. Также в ходе выездного совещания обсудили необходимость строительства нового здания для девятой котельной, подающей тепло в корпусы Ненинской окружной больницы. Это тоже довольно старая котельная. Её надо менять на новую, современную. Более того, включать, закольцовывать её, чтобы она была включена, вот эту систему теплоснабжения. И есть мысли поставить совершенно новую котельную, а здание, в которой находятся сегодня котлы, использовать по другому назначению, и оно там совершенно очевидно напрашивается. Всего в хозяйстве ПОКИТС 28 котельных, 20 из которых автоматизированы. У нас есть план модернизации котельных на предприятии, он разработан, обновляется ежегодно. Требуется не только модернизация старых котельных, но и замена оборудования, срок эксплуатации которого подходит к концу. И вот в этом году по программе подготовки к зиме мы уже провели торги и на покупку трёх котлов. Будем два котла менять на котельный номер 23. Это жилой дом Ленина 23А. Да, Титаник. Вот там заменим два котла, потому что, как правило, срок службы котлов лет 15. Потом мы проводим экспертизу промышленной безопасности, и эксперты выдают заключение, пригодны эти котлы к работе или нет, можно ли их отремонтировать. Если пригодны, мы ремонтируем, если невозможно, то производим покупку котлов и замену. И один котел мы будем на котельный номер 9 менять. Это в рамках ОЗП. Это получается капитальный ремонт. В настоящее время на котельной Покетес номер 14 в Кариверской работы по техническому перевооружению выполнены на 60%. Котельная обслуживает все жилые дома в микрорайоне, а также подает тепло в социальные объекты. Школа номер 5, детские сады, дворец Порта Норд. Котельная работает на полную мощность и должна соответствовать современным реалиям. Поэтому мы где-то в рамках ОЗП, где-то своими средствами заменили теплообменники. Также полностью выполнены работы по электроснабжению котельной. Следующий этап – строительство модульного сооружения под котлы. Планируем поставить 4 новых котла. Оно будет находиться вот на этой территории. Земельный участок выделен уже. И проект проходит экспертизу. Подводя итоги выездного совещания, глава региона Юрий Бездудный отметил. У нас отопительный сезон длится 9, а порой даже 10 месяцев. То есть мы живем за полярным кругом. И для нас очень важно, чтобы мы прошли зиму нормально, безаварийно. Мы сегодня совместно с мэром города и руководителем предприятия посмотрели две котельные. Одна из них, котельная, прошла полностью реконструкцию. И работает пока не на полную мощность, но она полностью автоматизирована. И что самое важное, благодаря автоматизации удалось даже понизить тариф для потребителя. И посмотрели котельную, которая проходит эту реконструкцию. Понимаем, что здесь довольно много потребителей. И также важно перевести ее на автоматический режим. И тем самым еще и понизить тариф для жителей. Иван Никонов, Владислав Носкин, Телеканал Север. Рейтинговое голосование по благоустройству общественных территорий в Наринмаре начнется 17 апреля 2022 года и продлится до 17 мая. Перечень общественных территорий утвержден. Об этом в ходе программы «Актуальное интервью» рассказал глава Наринмара Олег Белок. Общественная комиссия при городской администрации утвердила 7 территорий, которые будут вынесены на рейтинговое голосование в 2022 году. Затем они будут благоустроены в рамках проекта формирования комфортной городской среды в 2024 году. На рейтинговое голосование будут вынесены следующие уличные пространства Наринмара. Калмыково 10-12. Просто она не совсем может быть здесь, это понятно, потому что нет четкой перевязки к домам. Есть у нас здесь, это у нас конечный разворот старый аэропорт. Далее это у нас Титова рабочая. Так, и Макарабаева тоже 9-10 территории. Здесь я показываю только 4, но их будет 7. В том числе смотровая площадка в районе магазин Барс, это улица Полярная, да, то есть там, где у нас когда-то проходили награждения, и то есть там очень тоже красивое такое видовое место. Очень просто важно, что и мне бы что хотелось, чтобы люди высказывали свои мнения и предложения, да, и понимали, что именно формированием вот этих территорий определяют не я и не работники администрации, именно они. И еще очень важно, что даже те территории, которые сейчас будут отритингованы, они не попадут, да, они у нас не выпадают из списка. Вот очень важно создать атмосферу или, скажем, понимание доверия. Проекты, которые по итогам голосования получат наибольшую поддержку, будут реализовываться в 2024 году в приоритетном порядке. Напомним, с 1 января 2021 года все рейтинговые голосования по выбору общественных территорий проходят онлайн. Для их проведения разработан единый федеральный портал. Это пока эскизы, потому что некоторые из них, вот мы вчера обсуждали, уже решили, что, ну, зачем тут там, допустим, какие-то столбики поставили, давайте расширим там территорию для парковки. Либо мы также прекрасно понимаем, что создавая какой-то там тротуар, допустим, мы должны его сделать шириной, ну, не менее двух метров, чтобы там дальше проводить механизированную уборку, да, то есть вот глядя на что-то. Сначала видишь эскиз, потом погружаешься, слушаешь мнение, да, люди выскажут свое мнение. Если это будет, скажем так, какая-то конструктивная и деловая там критика или предложение, тоже услышим, рассмотрим. В приоритетном федеральном проекте формирования комфортной городской среды Наринмар участвует с 2017 года. За это время на территории города за счет различных источников финансирования благоустроены более 60 уличных пространств. Депутаты окружного собрания обсудили оказание медицинской помощи онкобольным в Ненинском округе. В работе постоянной парламентской комиссии по социальной политике также приняли участие заместитель губернатора Ненинского автономного округа Татьяна Лагвиненко и уполномоченный по правам ребенка в регионе Галина Гуляева. Информацию по обсуждаемому вопросу представила руководитель департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Елена Левина. Она отметила, что в регионе создается условие для своевременного определения диагноза. Функционирует первичный кабинет для пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями на базе Ненинской окружной больницы. В настоящий момент по этому профилю в больнице работают два доктора и две медицинские сестры. Пациентам оказывается стационарная помощь и лекарственная терапия. Для постановки диагноза привлекаются специалисты ведущих клиник Архангельска, Санкт-Петербурга и Москвы. Также больные из региона направляются при необходимости в федеральные клиники. В конце года в округе работала делегация ведущих онкологов Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России. В рамках работы информационно-просветительского проекта «Онкопатруль» было осмотрено более 500 человек. В настоящее время в регионе на учете состоит 1033 человека, которые страдают онкозаболеваниями. Из них 102 человека выявлено впервые. Поставлено на учет 259 сельских жителей. Старше 65 лет 570 человек. Из них сельских жителей 162 человека. Председатель постоянной комиссии Анна Булатова, подводя итоги заседания, рекомендовала профильному департаменту проработать вопрос о предоставлении помещений для размещения онкологической службы. Необходимо детально пересмотреть региональный проект борьбы с онкологическими заболеваниями в Ненинском автономном округе и решить вопрос о дополнительном финансировании на его реализацию, сказала депутат. Содержание дороги на Ринмар-Красное вновь в центре внимания. Жители поселка в очередной раз пожаловались на сложную проходимость трассы главе региона. Сегодня на транспортную артерию отправились проверяющие. Переметы, колейность такая, что не могут разъехаться два автомобиля. Такая картина возникает на дороге на Ринмар-Красное каждую зиму. Очень плохое содержание дороги. В основном, когда метели, ее вообще практически нет. Ездить невозможно. Машины стоят по 3-4 часа. Толку нет. Даже, допустим, вот сейчас они чистят ее, а чистят они ее плохо. На маленькой машинке ехать неудобно. Можно оставить подвеску там всю. В районе Красного убрано более-менее нормально. После лиственнички дорога убрана плохо, узкая. Две машины не разъезжаются. Приходится ждать стоять. Недавно так у нас дороги почти не было. Между этим, то есть, грубо говоря, день через день так не угадаешь. Как пояснили в подрядной организации, дорога действительно содержалась не в полную меру. Все потому, что многие работники на Ринмар-Дорьемстроя, задействованные на уборке трассы, заболели коронавирусом и предприятие физически не могло справляться с работой. Было 18 человек. Ушли те самые необходимые, которые вот именно на тех единицах, которые для К-700, Грейдера, Шнеки. Значит, 4 человека вот сейчас вышло, слава Богу, на линию. И на данный момент вот для той самой очистки это Шнек, то что необходимо, Грейдер и К-700. И тот самый бульдозер, который занимается снегсдержанием. Вот 4 единицы работают. После жалоб автомобилистов в ходе еженедельного рабочего совещания глава региона Юрий Бездудный поручил усилить контроль за состоянием дороги профильному департаменту. Сегодня сделал выезд с представителем департамента на легковом автотранспорте, чтобы уже по максимуму прочувствовать дорогу. Но могу сказать, что дорога, то есть первое, приехать можно. То есть скорость на отдельных участках до 100, а так в среднем около 60 км в час можно было ехать. При этом на отдельных участках немножко приходилось притормаживать. Таких участков несколько. В районе рек Тундровка, Лиственичная и Хундюк. Сложности с проездом возникают и перед мостом через реку Пятумбой, где дорожники разровняли специальную площадку, которая должна предотвращать переметы. Убираем все, где трудные участки, расширяем так, стараемся. Такая технология по снегозадержанию применяется здесь уже не первый год и хорошо себя зарекомендовала. Как говорят на предприятии, участки трассы остаются практически незаметенными в течение одного-двух месяцев, в зависимости от погоды. У нас сейчас с ремонта выходит, наверное, на следующей неделе еще один бульдозер, потому что техника ДРСУ не настолько молода, требует ремонта периодически. Поэтому у нас выходит сейчас еще один бульдозер. И вот мы поставим как раз на те участки, чтобы они на нескольких участках были. В помощь дорожникам на днях будет отправлена дополнительная единица техники. Подготовлен недостаточный комплект документов и рассчитываем получить разрешение на предоставление в аренду Кировца, который был приобретен специально для этого центра строительных заказчиков несколько лет назад. И эта единица позволит в случае необходимости на Красном даже либо на Лаевожской дороге. Это в прошлом году она работала же? Да, она работала, показала свою большую эффективность. Ну, я понимаю, что ему достаточно одного даже. Ему туда-сюда достаточно проходит. Да, пойти и все. Добавлю, техника на Ренмар-Дориемстроя выходит на трассу для уборки снега в две смены. В каждую задействовано по четыре единицы техники. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Пешеходы и водители соблюдайте правила дорожного движения. В Ненецком округе продолжается череда профилактических мероприятий по выявлению нарушителей на дороге. Какие нарушения допускают водители региона, расскажем в следующем сюжете. Только за январь текущего года на дорогах округа количество ДТП с пострадавшими увеличилось на 400% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Данное мероприятие проводится госавтоинспекцией на постоянной основе и вызваны ростом дорожно-транспортных происшествий в 2022 году, в которых пострадали люди. По итогам января в округе зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. В аналогичный период прошлого года данных дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано не было. На сегодняшний день с начала текущего года на дорогах округа произошло 22 дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом. Выявлено 202 нарушения правил дорожного движения, в том числе с помощью фото-видео фиксации. Установлены 4 водителя, управлявшие транспортным средством в состоянии опьянения, в том числе 3 случая повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения. Также во время профилактических мероприятий выявляется ряд других нарушений. Нарушение требований правил дорожного движения – это не пристегнутые ремнями безопасности водители, пассажиры, перевозка детей без удерживающих устройств и не пристегнутые ремнями безопасности. Также одним из самых частых правонарушений является затемняющая пленка на боковых и лобовом стеклах транспортного средства, светопропускаемость которой менее 70%. На сегодняшний день на территорию округа зарегистрировано более 16,5 тысяч транспортных средств. Также есть и незарегистрированные, которые, несмотря на все запреты, продолжают передвигаться по дорогам. По итогам января 2022 года была прекращена регистрация 34 транспортных средств и 17 из которых продолжают двигаться по дорогам города. На данную категорию транспортных средств госавтоинспекции обращается особое внимание. В адрес автовладельцев, управляющих транспортным средством без регистрации, применяются особые санкции. Также сотрудники госавтоинспекции обращаются ко всем водителям и пешеходам, быть максимально внимательными на дорогах округа, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим и избегать резкого торможения. Также необходимо обратить особое внимание на безопасность детей на проезжей части и на пешеходных переходах. Берегите себя и своих близких. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.